Приехав в Москву, я воровски остановился в незаметных номерах в переулке возле Арбата и жил томительно затворником, от свидания до свидания с нею. Была она у меня за эти дни всего три раза и каждый раз входила поспешно со словами «я только на одну минуту». Она была бледна прекрасной бледностью любящей взволнованной женщины, голос у нее срывался, и то, как она, бросив куда попала зонтик, спешила поднять вуальку и обнять меня, потрясала жалостью и восторгом. «Мне кажется, — говорила она, — что он что-то подозревает, что он даже знает что-то. Может быть, прочитал какое-нибудь ваше письмо, подобрал ключ к моему столу. Я думаю, что он на все способен при его жестокости и самолюбивом характере, раз он мне прямо сказал. Я ни перед чем не остановлюсь, защищая свою честь мужа и офицера. Теперь он почему-то следит буквально за каждым моим шагом, и чтобы наш план удался, я должна быть страшно осторожна. Он уже согласен меня отпустить, так я ему внушила, что умру, если не увижу юга. Но ради бога, будьте терпеливы». План наш был дерзок — уехать в одном и том же поезде на Кавказское побережье и прожить там в каком-нибудь совсем диком месте недели четыре. Я знал это побережье, когда-то жил некоторое время возле Сочи, молодой и одинокий. На всю жизнь запомнил те осенние вечера среди черных кипарисов у холодных серых волн. И она бледнела, когда я говорил «А теперь я там буду с тобой, в горных джунглях у тропического моря». В осуществлении нашего плана мы не верили до последней минуты, слишком уж великим счастьем нам это казалось. В Москве шли холодные дожди. Похоже было на то, что лето уже прошло и никогда не вернется. Было грязно и сумрачно. Улицы мокрые черно блестели раскрытыми зонтами прохожих и поднятыми дрожащими на бегу верхами извозащих пролеток. И был темный отвратительный вечер, когда я ехал на вокзал. Все внутри у меня замирало от тревоги и холода. По вокзалу и по платформе я пробежал бегом, надвинув на глаза шляпу и воткнув лицо в воротник пальто. В маленьком купе первого класса, которое я заказал заранее, шумно лил дождь по крыше. Я немедля опустил оконную занавеску и как только носильщик, обтирая мокрую руку о свой белый фартук, взял на чай и вышел, я запер дверь на замок. Потом чуть приоткрыл занавеску и замер, не сводя глаз с разнообразной толпы, взад и вперед сновавшись вещами вдоль вагона в темном свете вокзальных фонарей. Мы условились, что я приеду на вокзал как можно раньше, а она как можно позже, чтобы мне как-нибудь не столкнуться с ней и с ним на платформе. Теперь им уже пора было быть. Я смотрел все напряженнее, а их все не было. Ударил второй звонок, и я похолодел от страха. Опоздала, или он в последнюю минуту вдруг ее не пустил. Но тотчас флет затем был поражен его высокой фигурой, офицерским картузом, узкой шинелью и рукой в замшевой перчатке, которой он широко шагая держал ее под руку. Я отшатнулся от окна и упал в угол дивана. Рядом был вагон второго класса. Я мысленно видел, как он хозяйственно вошел в него вместе с нею, оглянулся, хорошо ли устроил ее носильщик, и снял перчатку, снял картуз, целуясь с ней и крестяя ее. Третий звонок оглушил меня, тронувшийся поезд поверх воцепенения. Поезд расходился, мотаясь и качаясь, потом стал нести ровно. На всех парах. К кондуктору, который проводил ее ко мне и перенес ее вещи, я ледяной рукой сунул десятирублевую бумажку. Войдя, она меня даже не поцеловала, только жалостно улыбнулась, садясь на диван и снимая, цепляя от волос шляпку. Я совсем не могла обедать, сказала она. Я думала, что не выдержу эту страшную роль до конца и ужасно хочу пить. Дай мне нарзан, сказала она, первый раз говоря мне ты. Я убеждена, что он поедет вслед за мной. Я дала ему два адреса, Геленджик и Гагры. Ну вот он и будет дня через три в Геленджике. Бог с ним, лучший смерть, чем эти муки. Утром, когда я вышел в коридор, в нем было солнечно и душно. Из уборных пахло мылом, одеколоном и всем, чем пахнет людный вагон утром. Замутными от пыли и нагретыми окнами шла ровная выжженная степь. Видны были пыльные широкие дороги, орбы, влекомые валами. Мелькали железнодорожные будки с канареечными кругами подсолнечников, алыми мальвами в палисадниках. Дальше пошел безграничный простор многих равнин с курганами и могильниками, нестерпимое сухое солнце, небо, подобное пыльной тучи, потом призраки первых гор на горизонте. Из Геленджика и Гагр она послала ему по открытке, написала, что еще не знает, где останется. Потом мы спустились вдоль берега к югу. Мы нашли место первобытное, заросшее чинаровыми лесами, цветущими кустарниками и красным деревом, магнолиями, гранатами, среди которых поднимались веерные пальмы и чернелики парисы. Я просыпался рано, и пока она спала, до чая, которым мы пили часов в семь, шел по холмам в лесные чащи. Горячее солнце было уже сильно, чисто и радостно. В лесах лазурно светился, расходился и таял душистый туман. За дальними лесистыми вершинами сияла предвечная белизна снежных гор. Назад я проходил по знойному и пахнущему из труб горящим кизяком базару нашей деревни. Там кипела торговля, было тесно от народа, от верховых лошадей и осликов. По утрам съезжалось туда на базар множество разноплеменных горцев. Плавно ходили черкешенки в черных длинных до земли одеждах, в красных чувяках с закутанными во что-то черные головами, с быстрыми птичьими взглядами, мелькавшими порой из этой траурной закутанности. Потом мы уходили на берег, всегда совсем пустой, купались и лежали на солнце до самого завтрака. После завтрака все жареное на шкале рыба, белое вино, орехи и фрукты в знойном сумраке нашей хижины под черепичной крышей тянулись через сквозные ставни горячие и веселые полосы света. Когда жар спадал, и мы открывали окно, часть моря, видная из него между кипарисов, стоявших на скате под нами, имела цвет фиалки и лежала так ровно и мирно, что, казалось, никогда не будет конца этому покою, этой красоте. На закате часто громоздились за морем удивительные облака. Они пылали так великолепно, что она порой ложилась на тахту, закрывала лицо газовым шарфом и плакала. Еще две-три недели и опять Москва. Ночи были теплые и непроглядные. В черной тьме плыли, мерцали, светили топазовым светом огненные мухи. Стеклянными колокольчиками звенели древесные лягушки. Когда глаз привыкал к темноте, выступали вверху звезды и гребни гор. Над деревней вырисовывались деревья, которых мы не замечали днем. И всю ночь слышался оттуда из Духана глухой стук в барабан и горловой заунывный безнадежно счастливый вопль, как будто все одно и то же бесконечной песни. Недалеко от нас, в прибрежном овраге, спускавшемся из лесу к морю, быстро прыгала по каменистому ложу мелкая и прозрачная речка. Как чудесно дробился, кипел ее блеск в тот таинственный час, когда из-за горы лесов точно какое-то дивное существо пристально смотрела поздняя луна. Иногда по ночам надвигались с гор страшные тучи, шла злобная буря. В шумной гробовой черноте лесов то и дело разверзались волшебные зеленые бездны и раскалывались в небесных высотах допотопные удары грома. Тогда в лесах просыпались и мяукали орлята, ревел барс, тявкали чекалки. Раз к нашему освещенному окну сбежалась целая стая, они всегда сбегаются в такие ночи к жилью. Мы открыли окно и смотрели на них сверху, а они стояли под блестящим ливнем и тявкали, просясь к нам. Она радостно плакала, глядя на них. Ее муж искал ее в Геленджике, в Гаграх и в Сочи. На другой день по приезде в Сочи он купался утром в море. Потом брился, надел чистое белье, белоснежный китель. Позавтракал в своей гостинице на террасе ресторана, выпил бутылку шампанского. Потом кофе с шартрезом, не спеша выкурил сигару. Возвратясь в свой номер, он лег на диван и выстрелил себе в висок из револьвера.